Музыка Я член команды Space OSEX. Мы участвовали в этом году в таком хакатоне, который называется «Up in Space». Это он устроил конкурс такой ежегодный, который проводится в Европейским космическим агентствам. Ну и мы, короче, в нем выиграли типа по Украине и едем во вторник участвовать в финале. Будем представлять Украину там. Сегодня я вам расскажу немного про стартапы, которые есть вообще в мире. Немного самые такие успешные стартапы. Также расскажу, какие сложности есть у стартаперов, которые хотят заниматься именно космосом. Расскажу про наш космический стартап и про тот стартап, который мы выиграли на «Up in Space». Ну, в общем, конечно, бизнес можно делать в космосе во многих направлениях. Это и спутники, от производства спутников, разработки их, до запуска определенных миссий спутников. Также до обработки данных со спутников. То есть здесь много всяких разных вариантов. Также производство ракет, разных летательных аппаратов, построение баз на Луне, на Марсе, на других планетах. Дальше. Также добыча ресурсов со стероидов. Дальше. Ну, и ноль статухих задач. То есть, в принципе, круг, где можно, так сказать, реализовать свой бизнес, много. Но стартапов, которые все-таки в этом плане движутся, пока на сегодняшний день очень мало. А успешных еще меньше. Ну, среди самых таких успешных на прошлый год, на этот год, это SpaceX. Они специализируются на разработке ракет, которые будут многоразовые. То есть сейчас они разрабатывают ракету «Флакон», которая будет первой ступень многоразовой. То есть это фактически корабль, который будет выводить ракету на орбиту. Также они работают над сверхтяжелой ракетой, которая будет многоразово не только первая ступень, но и последняя ступень. То есть они сделали тестовый запуск, по-моему, в марте или в мае этого года и запустили тест на орбиту. Следующий такой успешный стартап – это Rocket Lab. Они разрабатывают маленькие ракеты специально для запуска таких вот маленьких наноспутников, если вы знаете. В частности, кубсатом. И их вот ракета, на которой они сейчас работают, ну, вернее, она уже работает у них, они уже и запускали. Это электрон. Следующий стартап, так сказать, Space Pharma. Они разрабатывают спутник и будут с помощью этого спутника проводить… Это маленький спутник, наноспутник, кубсат. И с помощью этого спутника они будут производить биологические эксперименты на орбите. Следующая такая контора – это Planet Lab. Они запустили в прошлом году больше 200 спутников, маленьких наноспутников, кубсатов. И они сейчас специализируются, то есть они продают как бы обработанные спутников данные. То есть это их заработок. Ну, и эта контора, она запустила наибольшее число спутников, маленьких именно кубсатов, за все существование всех контор, которые запускали спутники дальше, пожалуйста. Следующая контора – это Spire. Они разрабатывают спутник, который, ну, вернее, у них уже он есть. Они его запустили. Он дает данные про погодные условия, про движение морских торговых судов и также про пиратов. Там в них были статьи, что они там уменьшили, так сказать, атаки пиратов с помощью своего спутника. Дальше. Следующая компания – это Planetary Resources. Они специализируют, ну, они разрабатывают, так сказать, миссию, которая будет добывать ресурсы с разных астероидов. Дальше. Также индийцы, так сказать, начали активно вкладываться в космическую отрасль. И они создали такую организацию, как StoOrbit. Эта организация, вообще ее основная задача – это разработка идей по отправке людей на Луну и на Марс. Но сейчас она занимается такими вот как бы посредческими, посреднической работой между правительством и космическими организациями в Индии. А также она способствует тому, чтобы какие-то частные конторы, которые хотят запустить свою ракету, там, или спутники, могли запустить их в Индии. То есть она является посредником между индийским космическим агентством и другими организациями по миру. Ну, есть, конечно, все хорошо в плане, есть успешные стартапы, есть много направлений, куда можно двигаться. Но есть проблемы у этих стартапов, почему так мало их и почему на самом деле их очень сложно продвигать. Первое – это актуальность. Ну, на самом деле сейчас актуальны только являются стартапы, связанные в основном с спутниками. И наибольшая часть – это с наноспутниками. Остальные стартапы, они такие вот, как на длительный период. То есть это не совсем стартап. Стартап, если вы знаете, это тот бизнес, который должен развиваться очень быстро. То есть там пару лет, и вы там даете прибыль и погашаете все свои долги и тому подобное. Эти стартапы, они в основном пять, десять, двадцать лет и так далее. То есть это долг привальность проекта, да? Также это в основном чаще всего высокая цена. Опять же, ну, то есть разработать ракету, построить ракету, построить космический корабль – это долгие страты, как человеческие, так и финансовые. Найти инвесторов очень сложно, опять же, потому что они окупятся через 10-20 лет, ваше вложение. Дальше – это проблема запуска в космос. То есть до недавнего времени, вот, ты построил ракету, и ты хочешь ее где-то запустить. Это большая проблема, где ее можно запустить. То есть люди там, вот, датская компания искала очень долго, они построили свою ракету, они частные предприниматели, тоже стартап, построили свою ракету, и они несколько лет не могли ее просто нигде запустить. И в конечном итоге они, там, договорились с морскими силами и запустили ее с воды. То есть сейчас, на самом деле, немножко эта ситуация улучшается. То есть в Европе начинают, вот, допустим, Британия и Нидерланды, они начинают делать урегулированный этот процесс, что если вот ты частный предприниматель и хочешь свою ракету запустить, то есть специальные уже правила, по которым ты можешь поддаться, там, ну, вот, эти вот, двухние, грубо говоря, космодромы, да, и получить возможность запустить с этих космодромов. Но это только вот буквально последние несколько лет. То есть это вот в прошлом году или в этом году только Британия сделала свой нормальный закон по запуску различных аппаратов всей территории. Ой, перед этим там еще. Ну, и бюрократический процесс, это, в принципе, я уже рассказала. То есть, опять же, нужно получать очень много разрешений, что это безопасно, что, особенно если вы хотите запускать, там, допустим, корабль с людьми, да, вообще там, вас никто не захочет вас запускать. То есть куча разрешений, перевоз из одной страны в другую вашей ракеты, это тоже огромная проблема. Ну, вот поэтому, как бы, не особо популярные, так сказать, космические стартапы на самом деле. Но интерес к ним возрастает, и, как бы, урегулирование процесса вот этих вот экономических происходит. То есть будем надеяться, что будет лучшая ситуация со стартапами. Ну, а сейчас пока наибольшее развитие получили стартапы в области спутников. В частности, это наноспутники. Наноспутники — это маленькие спутники весом до 10 килограмм. А, в частности, сейчас вот разрабатывают спутники такие, как кубсаты, они вообще там, их один, этот вот вес, элемент одного весит вообще один или до одного даже килограмма. Ну, дальше. В общем, почему кубсаты? Почему вообще маленькие спутники, почему кубсаты? Потому что, ну, большой спутник сделать, во-первых, очень дорого. Не любой может его, как бы, себе позволить сделать. Во-вторых, очень дорого его запустить. То есть это килограмм. Сейчас вот запуска килограмма спутника — это 40 тысяч долларов. То есть вы вложили несколько миллионов в разработку спутника, и потом вы еще должны дать несколько миллионов, чтобы просто его запустить. Не любой может себе позволить это сделать. Кубсаты, в частности, вот маленькие наноспутники, они очень простые, они очень дешевые. Там буквально пару тысяч долларов, и ты можешь его построить сам, можешь купить даже, так сказать, элементы, из которых ты можешь собрать этот наноспутник. Это позволило заниматься такими вот, запускать вот эти вот спутники в институтах, в школах. То есть дети вот сами делают эти вот маленькие кубсаты и могут их запустить, потому что это уже достаточно дешево. И опять же, ну, если вы запускаете килограмм, то даже вот эти вот 40 тысяч, как бы, а все-таки, ну, несколько миллионов, да, то есть гораздо проще. Дальше. Ну, и, в общем, спрос, благодаря тому, что они вот дешевые, доступные, легко с ними обращаться. И также их характеристики практически уже не уступают большим спутникам, они могут распользоваться практически для любых целей, и для которых используются большие спутники. И также они, ну, можно запускать со свести вот этих вот маленьких спутников, которые позволяют также дополнительно получить, как это сказать, преимущество, да, то есть это съемка может быть бесперерывная, да, то есть если у вас там спутник летит, он там один вместе снял, потом в другом вместе снял, а когда созвездие летит, то с каждого спутника идет последовательная съемка территории, и, наверное, как бы дополнительный бонус. Поэтому спутники, и вот маленькие, спутники становятся очень популярными, и вот аналитические компании прогнозируют, что рост этих спутников будет наблюдаться очень серьезный, то есть на 2017 год там было запущено около 300 спутников, и на 2020 год планируется запустить уже до 700 спутников. Ну, вернее, как, они будут стоять больше, либо запуск. Сейчас есть проблема с тем, чтобы запустить эти спутники. То есть, ну вот, если у вас есть большая ракета, это в основном большие ракеты, которые рассчитаны на несколько тонн загрузки, то есть им неинтересно запускать там один спутник, там 10 килограмм, да, они там, если у них там осталось место, они запустят два спутника. Опять же, дорого, 40 тысяч все-таки, если вы заплатили 2 тысячи за спутник, 40 тысяч, чтобы его запустить, это все равно, безусловно, гибнет. Поэтому есть проблема, есть большая очередь, в ракетах ограниченное количество спутников очень много. Сейчас, ну, вот, было произведено, за вот все время, как начали производить вот эти вот маленькие наноспутники, их около 2 тысяч, и сейчас около тысячи стоит в очереди, то есть, ну, как бы, их еще не запустили, да? То есть вы сделали спутник, и в лучшем случае вы его запустили там через 5 лет, если станете сейчас в очереди. Поэтому есть проблема о том, что никак нельзя их запустить дальше. Конторы, которые специализируются именно на разработке ракет, то есть это маленькие ракеты с маленькими загрузками, это вот их всего, вот вы видите на экране, их всего несколько штук. Много контор, которые сейчас работают на разработке маленьких ракет, но они, как бы, не выйдут на рынок раньше 2020 года, да? То есть в 2020 год там были только 5 контор, которые были специализированы этим заниматься. Ну, опять же, цену здесь вы видите. То есть цена в среднем это 40 тысяч долларов за килограмм. Дальше. Дальше. Ракеты. Запускать сейчас в основном уже с земли ракеты, и это дорого. Поэтому вот дорогой запуск вот этих вот килограммов веса на виду. Поэтому возникла идея запускать ракеты именно уже с воздуха, да? Разрабатываются разные методы их запуска. В основном это сверхзвуковые самолеты. Сверхзвуковой самолет крепится ракетом, он вылетает на определенную высоту и оттуда стартует ракету. Что это дает? Ну, во-первых, это экономия топлива. То есть первая ступень отбрасывается, это значительная экономия топлива. Более маленькие размеры можно получить ракеты. То есть не нужно тратить много ресурсов, чтобы сделать огромную ракету. Если вот вы видите, там вот всю вот эту часть это занимает топливо, и вот только вот где-то вот здесь вот эта полезная загрузка, да? То есть как бы вы понимаете, да? Если будет меньше топлива, будет меньше ракета. Ну, естественно, будет больше, так сказать, полезная нагрузка. То есть соотношение между топливом и ракетой будет лучше. Дальше можно использовать более широкий спектр топлива. Поскольку это будет старт уже не с Земли, а с воздуха, то есть там уже можно использовать теоретически те топлива, которые опасно использовать на Земле. Ну и вот замена первоступления ракеты. Опять же, это делает ракету более безопасной. То есть дальше. Также преимущество – это отсутствие космодрома. То есть, в принципе, можно запустить практически любого места в вашу ракету. Запуск по требованию. То есть не нужно ждать долгого очереди. Это маленькие ракеты. То есть это вот ракеты, которые цепляются к самолетам самозвуковым. Это маленькие ракеты. Там несколько тонн у них загрузка. И они чаще гораздо могут летать. Меньшая зависимость от походных условий. То есть, если вы запускаете с Земли, там нужно очень долго ждать, чтобы была оптимальная погода. Здесь уже более меньшая эта зависимость. Оптимизация геометрии сопла. Ну, вообще не знаю. Вы, наверное, в курсе, что там сейчас сопло делает, вот если ракеты запускаются с Земли, делает такое оптимальных, оптимальной геометрии сопла. То есть, ну как, теоретически оптимальная геометрия. То есть, чтобы, когда идет подъемная сила вот Земли, да, вот на индийской уровне Земли, да, то там давление большее, естественно, выхлоп из сопла будет иметь определенную структуру, которая силу тяги ракеты будет задавать определенное. Когда ракеты выходят на более высокие уровни поверхности Земли, там уже давление меняется. Естественно, вот эти вот выхлопы их тоже меняются. И, естественно, тяжести сила пары. Поэтому, ну, выбирает какую-то такую среднюю геометрию сопла. На самом деле, если вот запускать уже при определенном давлении уже на высокой... Будут меньше перепады давления, если вы запускаете уже ракету с воздуха, и там можно больше, лучше оптимизировать эту геометрию сопла. Дальше. Кто сейчас, ну, конторы, которые основные, сейчас занимаются таким запуском с воздуха? Это Virgin Orbit. Они уже протестировали свой самолет, протестировали его с ракетой, и у них уже есть на 2018 год, 2019 год стоят коммерческие запуски. Контора, которая уже, в принципе, давно запускает, это американская корпорация Pegas. Она уже давно работает, запускает ракеты с воздуха, но они работают как будто на государстве. То есть они выполняют только заказы государства, и они не выходят на коммерческий рынок. Дальше. Какие есть недостатки у Восточного Сарта именно с самолетом? Это, во-первых, перегрузки сильные. То есть очень сложно уроновесить ракету, чтобы она стартовала нормально с самолета. Ну, сделать самолет тоже, как бы, не задача не тривиальная. И тоже на это уходит много ресурсов денежных, много времени. И, как бы, перекрываться в часть, большая часть вот этих вот плюсов, которые мы получаем от запуска ракет с воздуха. Вот, видимо, что я сказала, именно стоимость у самолета. Усложненный запуск, опять же, и за счет перегрузок, за счет того, что сложно стабилизировать ракету. Ну, и это все-таки ручное управление. То есть там сидит человек в этом самолете, он должен его убрать. А это все-таки высокие, это стратосфера. Это, ну, тяжело для человека там находиться. И это, как бы, тоже значительный минус для... Это вот 15 тысяч километров, да? Может, ниже. Так, 20 где-то тысяч километров. Эээ, 20... сейчас... Да, 20 километров где-то, 20 километров. Дальше. Решение. Пока что мало кто альтернатив самолетам предложил. Одна из контор, которая предложила решение, это Zero to Infinity. Она разрабатывает сейчас аэростат, стратосферный аэростат, который будет подниматься на стратосферу и оттуда будет стартовать ракета. То есть это вот альтернатива. Во-первых, это беспилотная. Во-вторых, это дешевая. Ну, и все эти вот они будут работать. Короче. Кроме этой конторы, есть еще пару буквально контор, которые заявляют о том, что они работают где-то, возможно, в этом направлении. Но, как бы, у них нету никаких о них особо данных. И они, ну, как бы, если себя не афишируют, не подсоцинируют. И инвестиций у них нету. А вот Zero to Infinity, она взяла, по-моему, там, 50 миллионов в прошлом году или в этом году. Ну, короче, они уже их профинансировали. Что делаем мы? Ну, мы усовершенствовали то, что хотят сделать Zero to Infinity. Ну, или нет, мы хотим усовершенствовать. Я вам говорила, что это просто аэростат, который поднимается в воздух, там выпускают ракету, все, аэростат больше не используется. Никакого нет управления этого аэростата. Мы хотим сделать платформу, которая будет работать, будет управляемая и будет многоразовая. Я вам коротко расскажу, что за собой представляют. То есть это будет платформа, хибрид такой, сказать, аэростата и дрона. То есть управление будет осуществляться с помощью дрона. Это будет радиоуправление, а также можно будет задать траекторию, и платформа может сама подняться, запустить ракету, опуститься. Ну, во-первых, дешевизна. То есть аэростат, дрон, все очень просто, конструкция простая. Вот здесь вы видите характеристики. Конечно, там махина большая, но не самолет, да, поменьше будет. Мы рассчитываем, что эта наша платформа будет, мы также планируем делать ракету, и наша ракета будет около двух тонн. То есть платформа рассчитана на то, чтобы поднять ракету около двух тонн. Загрузка там будет 10 килограмм. То есть это специально для вот маленьких спутников для срочного запуска. То есть преимущества какие? Ну, во-первых, опять же нету этого космодрома, не нужно. У нас наша конструкция очень дешевая. Поскольку ракета будет очень маленькая, ее будет легко сделать достаточно. Маленькая загрузка, то есть мы можем запускать очень часто спутники весом до 10 килограмм, 10 килограмм, да. Система управляемая, беспилотная, и она многоразового использования, да. Вот здесь вы видите, как будет, в принципе, ее работы. Опять же, все преимущества, которые есть у воздушного стата. Безопасность, запуск без космодрома, простая система двигателей. В общем, на самом деле, опять же, я вернусь к тому, что актуальность проблем космических сейчас страдает, да. То есть, и мы пришли на самом деле вот на Acted Space с нашей идеей о платформе для воздушного стата. Но нам сказали, что извините, но ваша проблема не актуальна. Выберите какую-то другую проблему, более, так сказать, приземленную. И мы на базе, ну, фактически, это принцип действия одно и то же, но это уже, так сказать, более приземленная версия. Опять же, мы предлагаем платформу на базе дрона Aerostata, которая используется для фото-видеосъемки. А преимущество ее, ну, то есть, это как заменитель, как сейчас используются дроны, да, вот это заменитель дрона. Ну, здесь у нее есть свои преимущества. То есть, во-первых, если вы знаете, что дроны, они летают, в лучшем случае, до часа, а вообще там 20-30 минут, наша платформа может летать сутки за счет своей конструкции, опять же. Это высота дрона летает там 100 метров, это их предел. 100 метров это их предел. Мы можем подниматься на высоту километров. Опять же, мы разрабатываем Aerostata с такой материалом, который может выдерживать низкие температуры. То есть, мы уже изначально думаем о том, что это может подниматься в стратосферу, поэтому мы разрабатываем определенные материалы. Электроника тоже должна выдерживать минусовые температуры низкие. Опять же, есть сейчас подобные, так сказать, хибриды дронов и Aerostata. То есть, есть разные дирижабры, маленькие версии для фото-видеостремки. Но их недостаток основной в том, что они в основном используются для использования помещений. Они не выдерживают там ветро, погодных условий. Наша платформа производлена таким образом, что она может выдерживать ветер до 20 км в час. И это позволяет ее использовать вполне на улице, практически. Прямо при любых погодных условиях. В общем. А за счет чего? За счет формы? Ну, у нас... Во-первых, да, за счет формы. Во-вторых, у нас будет изменяемая геометрия. То есть, там автоматически будет изменяться геометрия, она может сама опускаться и подниматься. Там будет, ну... Как же она называется? Мы планируем еще сделать так, чтобы она выбирала определенные слои, где меньше ветер, да? Ну, вот как гугловские сейчас вот эти вот троны разрабатывают. Ну, вернее, тоже у них там гибрид трона аэростата. Они тоже разрабатывают их так, чтобы можно было летать, чтобы платформа сама выбирала, где и летать лучше, то есть, где меньше ветер. То есть, за счет этого, фактически. А что это за ось была на слайде? А что? Ось была. Ось? Ну, можно, можно. Ось? Ну, центральная. Центральная, то есть, здесь все будет крепиться в фотокамеру, да? То есть, это просто как центр. Ну, и фактически вот здесь вот будет стоять движок, который будет изменять геометрию аэростата. И за счет этого он может сама опускаться, подниматься. Не надо выпускать гелий, да? Модель есть какая-то или только 3D? Да, у нас есть модель. Мы вот будем ввести ее на вот этот вот, а, InSpace, финал. И, ну, маленькую будем ввести, но мы уже сделали практически полноразмерную. То есть, мы там ее делаем полноразмерную уже. То есть, есть прототип, уже можно его поехать посмотреть. Это в Кииле, да? Да, мы в Кииле. То есть, если заинтересует много, давайте контакт. Вы можете посмотреть, поехали. Ну, в общем, эта презентация была для Act in Space. То есть, если вы там будете делать свои стартапы, вы должны будете показать не только свою идею, но также показать, как ее продать. То есть, это основной бизнес-модель вы должны будете показать. Ну, нашу бизнес-модель, я так коротко расскажу. Я инвестором, может, вам будет полезно. То есть, бизнес-модель что? Вы делаете, во-первых, находите, кому вы ее будете продавать. Мы свою вот эту вот установку, эту платформу будем продавать компаниям, которые сейчас занимаются фото-видеосъемкой. То есть, они используют там троны, вот эти вот биржа и тому подобное. Им интересно попробовать то, что может делать задачи, которые сейчас не справляются троны. Опять же, это вот длительная вот фото-видеосъемка. Это для VR, допустим. Для охраны каких-то целей, когда там нужно, там, каким-то большим огромным объектом, там, пару километров. Долго, чтобы висела вот эта вот конструкция и снимала. То есть, опять же, на высокой высоте. И для них этого, как кажется, решения нет. И для них интересна ваша установка. То есть, вы выбираете своего покупателя. Дальше вы описываете проблему, которая решает ваша установка. То есть, ну, проблема, которую мы решаем, это, во-первых, что длительный полет. Это полет на высоте до 5 километров. Безопасность. Ну, и возможность, вот, не выпускать гели, а за счет изменяемой геометрии поднимать и выпускать установку. Ну, и автоматический режим полета, когда вообще вам не нужно сидеть и смотреть, как ваша летит платформа. Он просто задал параметры на пределы процентной траектории. Ну, и продажа, вот, сама вот платформа. Ну, опять же, я не знаю, насколько вам это интересно. Опять же, если вы будете делать свои проекты, то вам нужно будет описать ваш рынок. То есть, у нас в рынок, так сказать, спрос на дроны возрастает. На такие конструкции для фото-видеосъемки сложных возрастает. Используется он, в основном, это в коммерческих целях все-таки, потому что это дорогостоящие установки. То есть, для профессиональной съемки они там стоят больше трех тысяч долларов. И каждый себе может позволить это купить. То есть, основные, так сказать, направления применения – это именно фото-видеосъемка. Ну, и мониторинг объектов типа, там, электросетей, то есть, когда нужно долго лететь, долго снимать. Это мониторинг, там, ветровых турбин, да, которые тоже на больших полях расположены. Мониторинг солнечных батарей, которые тоже на больших территориях. Или там, где нужно долго лететь и долго снимать. Ну, это мы рассчитывали размер рынка. То есть, вам тоже, если вы будете делать проекты, нужно будет рассчитать. На самом деле, ну, цифры, конечно, вы берете вот эти аналитические сайты, и вот, в основном, с них, вот, они эти цифры. По аналитическим сайтам, как вы выбрали потребность? Еще раз. По аналитическим сайтам потребность, да, в большинстве, примерно? Да, то есть, смотрите, ну, от аналитических сайтов, у них есть уже готовые таблицы, да. Ну, вот я там показывала, да, там, в каких индустриях больше всего применяется, какая цена, кто это использует. Да, если там у вас какой-то потребительский, да, там, направлен на потребителя непосредственно, да, на массового потребителя, я имею в виду, продукт, то там оно рассказано, какая категория покупать больше всего и тому подобное. То есть, большая часть этой информации, конечно, платная. Но для космических целей, вот, дроны, они не особо популярны, и поэтому их можно найти, вот эта информация, по лицу, бесплатно. Можно попросить у сайта, даже если у него платные вот эти вот отчеты, то можно попросить, если вам нужна какая-то табличка, что-то далее, бесплатно. То есть, ну, вот, я могу сказать, что аналитические сайты, если вот космические, да, Spaceworks сайт очень хороший, то есть там есть практически все, и они дают бесплатно много чего. А также, сейчас... Spaceworks? Spaceworks? Spaceworks. Угу. Сейчас, я гляну, если это интересно, то еще гляну, какие там еще сайты. Если есть, знаете, какие-то подобные украинские сайты? Украинские, к сожалению, украинских сайтов я просто даже не искала. Не обязательно на космос, а вообще в целом? Какие-то есть, но я их специально не искала, и я, если честно, не знаю. То есть, мне больше нравятся американские, ну, не американские только, а европейские, ну, так сказать, заграничные сайты, да. Потому что у них больше информации, во-первых, она, у них более, так сказать, прозвинутые методы анализа, то есть более приближенные к кисне, скажем так, да. Ну, и они дают информацию все-таки бесплатно, да, то есть наши сайты могут не давать. А почему это так называются, аналитические сайты, да? Да. А, да. Аналитикал компанис, аналитикал сайт. Нанасас, это по наноспутникам статистика, они дают все безпорядок. То есть чисто вот кто запускает, когда запускает, кто-то когда запускает на спутнике. Research and markets – это такой вот сайт, где есть практически все, и космос в том числе. Research and market – оно так вместе пишется. Там research and market.com, по-моему, или как-то так. Markets and markets.com, тоже там у них есть разнообразная статистика. И еще BIS research, тоже вместе пишется. Тоже разная статистика есть в плотокосмической. Ну, это те сайты, которые я непосредственно пользовалась. Оттуда можно взять какую-то полезную информацию. Ну, опять же, вы должны будете рассчитать, показать, куда вы будете девать деньги, если вам инвесторы дадут деньги на ваш проект. То есть вы должны будете рассказать, сколько процентов уйдет на разработку, на материалы, на само производство. Вплоть до того, что на рекламу, там, участие в каких-то конкурсах, выставках и тому подобное. Просчитать свою прибыль. Чистую прибыль, да. И даже просчитать то, что вы там со скидкой будете продавать, куда вы покупаете все продукты. Также желательно описать, конечно, сколько потребительских сетей нет. То есть, опять же, вы берете эту статистику на аналитических сайтах. То есть, для нашего проекта там было важно, кто будет использовать, то есть, для каких целей. Что здесь. Что цена дронов, которая используется для вот таких вот промышленных целей, именно она выше от 2 тысяч долларов. То есть, для нас это важно было сформировать цену. Области, где это применяется. То есть, вот видеосъемка, вот этот вот мониторинг промышленных объектов. То есть, вот такие области, где это затребовано. Ну и кастом, потребительский возраст, это чисто вот для рекламных целей. То есть, у каждой конторы, которая вот занимается видеосъемкой, есть свой начальник. У него есть определенный возраст, и мы должны от этого вот начальника нацеливаться относительно того, если мы будем делать рекламные кампании. То есть, это наше потребительное слое. Ну, здесь описано, что то основного мужчины там возрастом 1045. Опять же, вы должны будете проанализировать своих конкурентов. Но нашими конкурентами являются, это вот такие вот, как я уже говорила, гибриды дрона, дрона-аэростат. То есть, лежат такие маленькие. Еблинг – это один из этих представителей. Опять же, повторюсь, для, в основном, для целей внутри помещения. Очень чувствительные к ветру. Следующие наши конкуренты – это дроны, которые летают, которые гибридные дроны в том плане, что у них гибридный двигатель. У них, кроме электрического, есть еще бензиновый двигатель. То есть, за счет этого они там могут летать в идеале до 8 часов, но это без нагрузки. С нагрузкой они летают, там, пару часов, в лучшем случае, 4 часа. В лучшей модели. Вот, Quaterium – это один из этих представителей. Дальше есть еще такие привезные дроны. Ну, опять же, они летают максимум 100 метров. И обзор, естественно, на территории будет маленький. То есть, он, конечно, может летать долго, поскольку он привезной. То есть, это, ну, элемент там, грубо говоря, что электричество зависит. Да? Но, опять же, маленький обзор территории. С ними тоже не справляться. Это, вот, Sky Science представитель. Также, а, нет. А, ну, да. Вот и Матрикс. Это наш украинский. Трон, такой большой туризм. Ну, опять же, вы должны показать, чем ваш продукт интересен. Покупателю. Во-первых, в принципе, интересен покупателю. Во-вторых, какие его преимущества по отношению клиентов. То есть, ну, это наш. Полет больше до 24 часов. Меньшие чувствительность угодных условий. Автоматический режим полета. Бесшумность. То есть, дроны, если вот, ему нужно снимать какую-то, делать, ну, там, фильм, допустим. Или, там, я не знаю, там, свадьбу снимать. И он будет постоянно жужжать, летать, напрягать. Да, то есть, для каких-то научных целей нужно, чтобы это была тихая съемка, без какого-либо шума. То есть, вот эти вот... Наша обстановка, она практически бесшумная. Поэтому нам это будет напрягать не требование. Безопасность, поскольку, ну, дрон, если с ним не будет что-то случиться, он падает на головы. Поэтому дроны сейчас использовать, так сказать, в основном запрещено на больших... В местах большого собрания людей. Да? То есть, нашу установку, в принципе, можно использовать, потому что, если что-то с ней случается с двигателями, она очень миленно опускается, никого не тренирует, в том числе ворудовании. Ну, и это основное преимущество с конкурентами, которые тоже являются гиперитами дроны. Аэростат – это то, что у нас изменяемая геометрия, то есть, мы можем изменять высоту... Мы можем изменять геометрию и за счет этого изменять высоту полета. Не выпуская при этом гели, ничего с ним не делаем, поскольку гели очень дорогой. То есть, да, у нас такие важные преимущества. Потому что, если все остальные, они опускаются либо за счет моторов, в результате снижается их время полета, либо они опускаются за счет того, что они выпускают гели. Ну, как бы, тоже затраты при этом есть. Ну, это, как бы, то, что мы, так сказать, про себя наших инвесторов, да? Мы просили 100 000 долларов на разработку, так сказать, первого коммерческого образца, на его инвестирование. И после трех лет мы, так сказать, прочитали, что мы можем получить доход 720 000. Это для инвесторов? Да, это для инвесторов, чисто. То есть, ну, фактически это то, что вы должны будете показывать, что вы хотите, да, и за какое время вы окупите вот эти вот инвестиции и за какое время вы их приумножите, да? То есть, вот этот прогноз тоже очень желательно делать. Три года, да? Что? Три года. Ну, у нас три года, да. То есть, ну, это просто три года – это уже увеличение не просто окупаемости, то есть, это уже прибыль нам в 7 раз, да? Я понял, да. А еще какие цифры можно там? Да. Можно? Я не знаю, там желтый, наверное, плохо видно. А желтый – это что? Желтый – это когда мы выйдем на ноль, то есть, мы окупим полностью наши инвестиции, да? То есть, это после полтора года. То есть, полгода у нас идет на разработку, и год мы продаем, и мы выходим на ноль, как бы. То есть, то инвестиции, которые у нас сложили, мы их отдаем полностью, да? А это уже прибыль непосредственно. Это с учетом желтого, да? Да, да, да. Это с учетом желтого. Короче, желтого можно опустить. Ну, да, это просто мы говорим, что через полтора года ваши инвестиции полностью окупятся. А потом дальше у вас будет только прибыль после полтора года. Хорошо. Ну, собственно говоря, в нашей команде сейчас основные – это члены, это три человека. Это Дмитрий Хмаров, он наш SEO. Также Александр Лозинский, он, так сказать, делабный конструктор. Занимается всеми этими делами. Ну, а я так в основном на конференциях участвую и делаю презентацию. Как это? Очень манер. Ну, наш сайт. Немножко забинулась. Фейсбук. Пишите, если вас заинтересовало. По космическому проекту это тот же сайт. То есть это те же самые люди. То есть наш космический проект и это все мы делаем. У нас также есть помощники, которые нам разрабатывают электронику. Это Feature Mechanics. Ну, и вот сейчас в рамках конкурса Act in Space проходит такой подконкурс, конкурс зрительских симпатий. Ну, и там каждая команда с каждой стороны, как финалист, выкладывает видео коротко о своем проекте. Ну, и кто наберет больше всего лайков, тот выиграет, так сказать, в прессе. Вот это вот по возможности, пожалуйста, полайкайте наше видео. В общем, конкурс заканчивается в понедельник, поэтому большая просьба импенсима лайкать на этих выходных. Видео такое простенькое. В общем, мы его делали очень быстро, поэтому. Где видео? Видео, так, пишите. В ютубе, нет? В ютубе, но видео мне, наверное, даже не дал мне эту ссылку. А где ссылка? А, подожди, там была ссылка. Ссылка была в этом. То есть вы копируете вот эту вот ссылку. Там это, как бы, как это назвать, аккаунт на ютубе, вот это вот Act in Space, это организация. И у них там есть закладка, вот этот вот конкурс зрительских симпатий. И вот там вот наше видео. Вот это, Саша. И сейчас мы работаем на Hybrid Lab. Я, co-founder, of Space Cossacks Startup. И сейчас мы работаем на Hybrid Lab, который включает мультиротероптер и хелион-баллоны. Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Дракмара. Я, co-founder, of Space Cossacks Startup. Мультиротероптер не может fly long time. И мы хотим решить этот проблем by using some airship technologies. We plan to make our platform very easy in use. It will be able to work in automotive mode. And it will be very safe. If something will grow, the platform down very slow, not like average helicopter. The specifications for this prototype are fly time 24 hours without recharge. Maximum altitude 5000 meters. Useful payload at least 3 kg. 05. 5. 6. 7.